Как и следовало ожидать, частично Москва уже выполнила свою задачу, де-факто оккупировав Беларусь. Помнится, когда осенью прошлого года в разгар мигрантского кризиса пошли сообщения о том, что в республику стали заходить российские войска, якобы для проведения учений. И когда еще не было оснований полагать, во что все это выльется у наших границ, мы предположили, что таким образом Путин закрепляется в Беларуси военными средствами. Напомним, в апреле там должен состояться референдум, в кавычках, который должен дать формальное основание для аннексии Беларуси, и Москва должна была предпринять какие-то серьезные меры, ну, чтобы отреагировать на любые неожиданности. Ну а когда было сказано о том, что в паре десятков километров от литовской границы был выброшен десант Псковской дивизии, все встало на свои места. Поэтому, когда несколько дней назад послышалась масса заявлений как россиян, так и белорусских военных о том, что российские войска, безусловно, покинут территорию Беларуси, как только закончатся учения, это воспринималось как обычная пропагандистская ложь. Путину просто необходимы многочисленные войска в республике до момента, пока не будет окончено ее поглощение. Да и после этого тоже, поскольку в таком случае Москва будет считать это своей территорией. Сегодня речь идет о том, что там уже находится контингент численностью не менее 30 тысяч штыков, плюс бронетехника, авиация, ракеты, ну и прочее. Заметим, если бы не было обострения ситуации вокруг возможного открытого вторжения в Украину, переброска такого количества войск вышла бы на первые позиции в европейской повестке дня. А сейчас это всего лишь маленький штрих в большой картине. Уже никто не выносит тему фактической оккупации Беларуси в отдельную тему, а выглядит все примерно таким образом. И вот сейчас стало известно о том, что планы изменились, и уже введенная там группировка останется на неопределенный срок. Правда, это, как всегда, поясняется тем, что кто-то на Беларусь хочет напасть. И этим кто-то, конечно, являемся мы, Украина. При этом Украина ни разу не предъявляла к Беларуси ни территориальных, ни каких-то других претензий, не вела торговых, газовых и нефтяных войн, и даже наоборот, когда Москва устраивала нефтяную блокаду, часть нефти из Азербайджана и Аравии Беларусь получала по нефтепроводу Одесса-Броды. И вот теперь там рассказывают, что мы им угрожаем. Вот что об этом пишет российская пресса. Российские войска, направленные в Белоруссию на учение «Союзная решимость-2022», останутся в республике на неопределенный срок, несмотря на обещание вывести 30-тысячный контингент, данный в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону. Давать слово Макрону, который прогибается под любым давлением, можно так же легко, как и не исполнять данного обязательства. Он это сглотнет, если оппонент выглядит агрессивнее. Поэтому пример с Макроном наверняка приведен лишь для того, чтобы посмеяться. Ну а более точно это выглядит так. Процитируем. «Проверка сил реагирования союзного государства продолжится из-за нарастания военной активности у внешних границ и обострения ситуации на Донбассе», заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. По его словам, будут тщательно проработаны этапы обороны союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом ее направленность останется неизменной. Она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ. Конец цитаты. Ну вот, собственно говоря, и все. Прямым текстом сказано о том, что эти войска не имели никакого отношения к учениям, зато полностью укладываются в рамки создания союзного государства, то есть аннексии Белоруссии. Это всего лишь один из нюансов нынешней ситуации, и его не стоит забывать для понимания всего, что сейчас происходит. Субтитры создавал DimaTorzok